Пермь, Оренбург, Владимир и даже Якутск. По географии первого семейного совета, сегодня можно легко составить карту предпринимательской активности страны. Выбор Рязани, хозяйка форума, в этом смысле никого удивлять не должен. Ни Москва, ни Санкт-Петербург, а именно Рязань сегодня флагман поддержки предпринимательства в России. Здесь знают, как и чем помогать бизнесменам. И это для президента торгово-промышленной палаты Сергея Катырина стало главным доводом. В офлайн-обращении он назвал семейный совет своим детищем. Семейный бизнес присутствует во всех сферах российской экономики. Вносит свой достойный и мы полагаем весомый вклад в развитие нашей страны. Нам бы хотелось, естественно, чтобы и в законодательном плане права возможности и обязанности возможностей семейных компаний были отражены. Если переходить к абсолютным цифрам, 74% всех компаний в России – это семейный бизнес. И в Рязани есть яркие его представители. Тех, кем область гордится особо, Николай Любимов назвал поименно. Например, семья Вадягина. Они еще в 92-м году свое дело начали с маленькой пекарни на окраине города Рязани. И сейчас уже серьезный, процветающий бизнес ведут. Ну, на самом деле, с этим бизнесом можно познакомиться и на улицах нашего города, и в других даже регионах. Один из ярких примеров – это мини-пекарни «Понтей». Я первый раз увидел, я думал, что это какой-то иностранный бренд, какой-то франчайзинг люди используют. На самом деле, они сами это все сделали. И туда, что называется, народная тропа не зарастает. В уютной атмосфере форума, как и полагается, в дружной семье дарили подарки. Здесь были и сладости, и алтайская травяная настойка. Но главным презентом вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова назвала вот это семейное древо под номером 2. Первое уже стоит на столе премьер-министра Михаила Мишустина.